Подруга Наташи Королёвой рассказала, почему на самом деле певица вышла замуж за Игоря Николаева. Как рассказала ей певица, Игорь довольно быстро проявил к ней чувства. Но поначалу Королёва отстранялась от него и всячески его игнорировала. Связано это было с большим стрессом, который Королёва испытывала первое время. Гастрольная жизнь давалась ей нелегко, и в этот момент то, что Королёва будет продолжать выступать, было под вопросом. У Николаева был целый коллектив таких, как она, и многие из них были блатные дети артистов, которых отдали Николаеву для раскрутки. Королёва сразу заметила, что Николаев отдавал лучшие песни исполнительницам, от которых хотел добиться большего внимания. А как только добивался, его интерес быстро угасал. Когда Королёва это поняла, она стала целенаправленно посылать знаки внимания Игорю. Тогда он начал признаваться в своих чувствах, симпатии и добиваться Натальи, а она в свою очередь его игнорировала. Игорь отдал Наталье песню «Жёлтые тюльпаны» — хит, который он мог продать с лёгкостью за большие деньги. Таким образом, он хотел расположить к себе юную певицу. У Натальи ранее был молодой человек, с которым она гастролировала в другом ансамбле. Он был моложе Игоря, но ненамного. Разница в возрасте её не смущала. Наталья призналась подруге. Когда её интрига сильно надоела Николаеву, он стал остывать и переключаться на других избранниц. В тот момент Королёва поняла, что теряет мужчину, композитора, соответственно и карьеру. Наталья проявила лояльность к Игорю, чему он оказался несказанно рад. У неё даже это получилось так хорошо, что композитор потерял интерес к другим девушкам. На этой волне по совету матери Наталья женила Игоря на себе. Но по её рассказам подруге, с её стороны это был брак для карьеры. Игорь ей не нравился. Она всегда искала отношения с другими мужчинами. Когда она стала знаменитой и узнаваемая певица, которую с радостью возьмёт любой продюсер, она начала открыто гулять. Игорь поначалу ревновал, устраивал скандалы, но Наталья не обращала на них внимания, что собственно и привело к краху этот карьерно-концертный брак.